Доброго времени суток, уважаемые слушатели, студенты и ученики 10-11 классов. Продолжаем повторять общество знания. Тема наука. Наука – это сфера исследовательской деятельности, направленная на получение знаний о человеке, обществе и окружающем мире с помощью особых исследовательских процедур, то есть научных исследований. В науке выделяют субъект, то есть тот, кто исследует люди, ученые, объект науки, то есть совокупность явлений, которые наука изучает, то, на что направлены исследовательские усилия ученых. А также предмет науки – это то, что, собственно, изучается в конкретном объекте исследования. То есть в самом объекте выделяется множество срезов, множество углов зрения науки. От этого выделяют и разные разделы научного знания. Выделяют классификации естественные науки, например, физика, химия, астрономия, социальные науки, социология, история, антропология, философские науки, гнофеология, логика, антология, философия права, философия искусства, философия политики, диалектический материализм, социальная антропология и так далее. А также есть такие разделы научного знания, которые находятся на стыке естественных, социальных и философских наук. Иногда они включаются в естественные, но здесь относительная некорректность. Например, математика, она присуща и работает как инструментно в любом подразделении, в любом классификаторе научного знания, как в естественных науках, так и в социальных и философских. На стыке дополнительные разделы выделяют технические науки, математические науки, психологические науки, науки о праве. С зачатки научной мысли можно встретить в истории древних цивилизаций, однако родиной науки принято считать Древнюю Грецию. И первые в классическом понимании ученые, такие как Демокрит, Платон, Аристотель, они были энциклопедистами, то есть они исследовали сразу многие отрасли знания. В средние века наука развивалась очень медленно, так как зависела от религии. В 17 веке начинается научная революция, во время которой произошли становления классических наук, ну или в единственном числе становления классической науки. Открытие Николая Коперника, Иоганна Кеплера, Галилея Галилея заложили основу механистической картины мира. С Исаака Ньютона начинается отсчет современной науки, например, ядерной физики, молекулярной биологии и так далее. В зависимости от объекта науки, вот мы еще раз это повторим, выделяют три основных раздела. Естественные науки, социальные науки и философские науки. А также повторим, что выполняют и дополнительные разделы науки, которые находятся на стыке главных разделов, но не входят в них. Это технические науки, математика, психология, биология, правовые науки. Функции науки. Научное познание окружающего мира и человека, объяснение законов развития и устройства мира, формирование мировоззрения, прогнозирование развития и последствий явлений и процесса. Так вот, как среди функций, то есть ролей науки, выделяют такие. На самом важном месте находится в нашей вот схемке четвертая по... Здесь по порядку, вот четвертая, но она самая важная точечка здесь указана. Это познавательная функция. То есть с этой функции и начинает выполнять наука свои роли. В познавательной функции наука совершает описание, систематизацию, объяснение явлений и процессов природы. Она проникает в сущность вещей, объясняет то, как устроен мир, почему он именно таков, каким мы его наблюдаем. На втором месте мировоззренческая функция. Вот у философии мировоззренческая функция на первом месте. В науке в целом мировоззренческая функция на втором месте. Здесь внесение полученных знаний наукой в существующую картину мира дает возможность сформировать предельно общую картину на мир в целом и его законы. Как он существует, развивается, преобразовывается и так далее. Следующая функция. Третья. Объяснительная функция. Ключевую роль в объяснительной функции играют методы научного познания. Как говорил в 17 веке немецкий философ Лейбниц, что на свете есть вещи поважнее самых прекрасных открытий. Это знания метода, которым они были сделаны. Научные методы различаются на основании того, что в структуре научно-познавательной деятельности выделяют какой уровень, эмпирический или теоретический. И от этого все, как говорится, и пляшет. Задачей эмпирического познания является описание наблюдаемых в непосредственном чувственном опыте сторон и связей объектов в развитии данной науки. Такое описание называется научным фактом. На этом уровне познания осуществляется сбор, накопление, классификация, обобщение фактов. Для этого используются и соответствующие методы познания, такие как наблюдение, в том числе с помощью приборов, эксперимент, как научно поставленный опыт, когда объект или воспроизводится искусственно, или сам ставится в искусственно созданные условия. Тогда индуктивное обобщение, то есть логическое умозаключение от отдельных фактов, обнаруженных в процессе наблюдения или эксперимента, к общему выводу о свойствах и отношениях объектов. Следующая функция прогностическая. То есть на основе познанных закономерностей развития явлений можно предвидеть дальнейшее изменение объектов, его или их эволюцию, преобразование. То есть предвидеть, как себя будет вести данный объект в будущем. То есть прогностическая функция тоже очень и очень важна. Очень и очень важна. Следующая функция. Социальная. Иногда социальную объединяют с культурной. Говорят о социально-культурной функции науки. Безусловно, то, что наука, ее задача, роль, это выполнять потребности социума, общества. Культурная функция, если разделить ее, отделить от социальной, безусловно, наука, это очень высокий уровень духовности. Достижение этого уровня как отдельным человеком, так и коллективами людей, научными коллективами. То есть в науке человек очень сильно вырастает в духовном и культурном плане. Вот в этом заключается культурная функция науки. Ну и, наконец, производственная функция науки. Научные знания, они внедряются в практику, в производство, и таким образом дают максимальный эффект, максимальную отдачу для человеческого общества. То есть практическо-действенная функция здесь, производственная, практическо-действенная функция реализуется науке. То есть научные знания как бы уходят и уходят корнями в практический опыт. И они же и реализуются в производстве, то есть в практике. Теория реализует и подтверждает себя в практике. Практика это важный критерий истинности знаний. Методы науки. Методы науки это совокупность приемов исследования, применяемых в науке. В зависимости от разделов в науке применяют разные методы, а именно общенаучные методы. В общенаучных методах применяют на отдельных стадиях научного познания и с их помощью определяют подход к изучению объектов в целом. То есть здесь общенаучные методы это наблюдение, анализ или разложение на отдельные части объекта, синтез, объединение отдельных частей в единое целое, дедукция, выведение из общего частных выводов, индукция, обобщение частных выводов до общего вывода, историзм, то есть хронология, функциональный метод определения функций. Вторая группа это системно-логические методы. Они охватывают все отрасли научного познания и используются всеми науками. Системно-логические методы. Какие это методы? Это, скажем, такой подход, как материализм. Материалистический метод. Это идеализм. Например, материализм использует теоретический метод познания и опирается на дедукцию из отконы диалектики. Нельзя ничего считать истинным, пока оно не станет ясным и простым. В изучении чего-либо начинать движение следует от простого к сложному. Каждую проблему необходимо расчленять на частные задачи. Главный источник знаний в материализме это теория, то есть мысли и понятия. Идеализм же опирается на индуктивный метод обобщения единичных фактов в общее положение. Главный источник знаний в идеализме это наблюдение, сравнение и эксперимент. И, наконец, частно-научные методы. Они используются конкретными науками, исходя из потребностей. Например, социологические методы, сравнительные, статистические, моделирование, создание образа, эксперимент, опыт. Существует целый ряд видов экспериментов. Это исследовательский эксперимент, открытый и закрытый. Аналитический эксперимент, простой и сложный. Мысленный эксперимент, пилотажный или пробный эксперимент. Физический эксперимент. Целая отрасль физического знания опирается на физический эксперимент, так называемая экспериментальная физика. Это компьютерный или численный эксперимент, психологический эксперимент. Все это виды эксперимента. Эксперименты играют, безусловно, очень важную роль в научном познании. Наука таким образом распределяется на разделы, классифицируется, то есть естественные, социальные, философские и дополнительные. Методы науки подразделяются на общенаучные, системно-логические и частно-научные. Функции, которые выполняет наука, это познавательная, мировоззренческая, объяснительная, прогностическая, социальная, культурная и производственная. И, наконец, виды экспериментов, которые наука использует в своем, это исследовательские эксперименты, аналитические, мысленные, пилотажные, физические, компьютерные и другие. Таким образом, мы рассмотрели вопрос с темы наука. Спасибо за внимание. До следующих встреч. До свидания.